Добрый день! Мы находимся в спортивном зале Real MMA Fitness и сегодня мы берем интервью у будущего чемпиона мира по боям без правил. У нас в гостях Михаил Циркунов. Миша, добрый день. Добрый день. Ничего, что я и так тебя представил. Через пять лет мы договорились встретиться здесь же и поздравить тебя с этим титулом. Да, много работы значит у меня появилось. 13 лет ты приехал в Канаду. Трудно, конечно, было трудно. Первое время было, но потом потихонечку появляются какие-то друзья, появляются какие-то интересы, чем мне заняться и потихонечку входишь в систему. И хорошо, что в 13 лет, если бы приехали чуть-чуть позже, было бы еще труднее. Была депрессия, не было, я не знал языка, мне нечего было делать. Я увидел в газете, была надпись ZEDO. Я не знаю, почему. До этого я как бы не додумался, чтобы пойти просто на тренировку. Пришел на тренировку и там запах этого пота. Это был тот же запах, который был в Риге на матах там. То есть для меня это было как бы воу, это как второй дом. Это было North York YMCA и я занимался ZEDO. Потихонечку у меня вот так начали появляться друзья и как бы зашел так вот в структуру через, чисто через спорт. Почему ты не остановился на одном направлении? В конечном счете ты пришел вот к ММА. Я думал, что моей дисциплиной я смогу выигрывать всех именно вот этим знанием, которое я выучил, потому что я отрабатываю его так много и думаю, что я вот чисто знаю ZEDO могу всех выиграть. И потом, когда я почувствовал другую технику, я понял, что в принципе я не так хорошо знаю технику, как я думал. Хоть и у меня был уже коричневый и черный пояс под ZEDO в то время, я понял, что нужно учиться очень много. Поэтому, когда я закончил high school, я поехал жить в Лас-Вегас и там тренировался в школе Cobra Kai. Тренер там, главный тренер был Марк Лейман. Там были очень хорошие спортсмены из UFC, которые выступали в UFC. С этими знаниями намного стало легче именно бороться. И на него. Набей весом на него, Леня. Давай. Набей весом на него. На него иди, на него иди. Вот так. Всё, молодец. Неап, неап. Торец на верх, Леня. Торец на верх. Проходи. Вот так. Шолдер бреши, Леня. Шолдер бреши. Леня, Шолдер бреши. Стэн тас, стэн тас, стэн тас, стэн тас. Да, конечно, ты не будешь. ММА – это именно спорт Mixed Martial Arts. Я люблю и бокс, я люблю и муйтай, и вольную борьбу, и джиу-джису. Мне просто нравится себя спортом. Я вижу совмещение со всеми ими вместе. И именно на сегодняшний день ММА, как спорт, как самый техничный танец, он может закончиться в любую секунду. То есть получается такая игра. Это чисто, как получается шахматы только с человеком. То есть люди играют в шахматы без доски, без пешек. Я тебя могу обдурить или силой, или могу тебя обдурить движением, хитростью, техникой. Но ты еще тратишь время на зал, на тренировки. Почему? Когда вот ты тренируешь кого-то, ты в то же время всю свою технику, ты ее проходишь. Опять, и опять, и опять. Когда ты кого-то учишь, ты, в принципе, отрабатываешь свои знания. Ты шлифуешь свою технику, которая становится лучше. Сейчас, вот на сегодняшнем этапе, у тебя 7 боев. Из них один проигранный бой. Вспоминаешь его? Конечно, конечно. Каждый раз, да и не только его. Я вспоминаю, и когда я пуздо проигрывал, эти дни, они очень как бы, они запоминаются намного больше, чем дни, которые я выиграл, когда что-то либо. Стараюсь выучить и стать лучше там, где я проиграл. Скажи, а какое расписание у профессионального спортсмена? Вот ты в 7 часов встал и побежал сразу на пробежку или как? Ну, на данном моменте мне нужно как бы работать, чтобы заплатить, где я живу, заплатить за машину. Я не могу просто заниматься спортом и ничего не делая. То есть, мне нужно зарабатывать деньги, поэтому я учу. То есть, я нашел интернативу, где я могу учить людей чему-то и в то же время сам обрабатываю. И за это получаю деньги. То есть, поэтому я начинаю свой день. Вот у меня с утра есть первая тренировка в 12. До тренировки я могу иногда сам потренироваться. После тренировки я могу потренироваться. И во время моей тренировки. Как овел-драйв машина. У тебя передние колеса что-то делают, ты его держишь, держишь. И задние нужно что-то делать. И вот ты начинаешь чувствовать, что ты можешь делать. Многие что-то делают, там раз, бедро ушло в сторону. Мне не нужно кого-то сильно ударить. Мне нужно просто взять позицию, откуда им будет неприятно двигаться и трудно двигаться. А потом я могу даже им разрешить выйти из этой позиции. Но когда они будут выходить из этой позиции, им будет трудно делать, потому что я потяжелее. И я знаю, куда надо давить, чтобы им было бы труднее это делать. И начинается такая интересная игра. То есть я помогаю им выйти из разных позиций. То есть чем больше разных спаррингов, даже если с новичком. Иногда новички делают такие вещи, которые хороший боксер не будет делать. А в ММА, я бы обесправил, наоборот, эти вещи очень-очень важны. И каждый человек двигается по-другому. Нужно просто найти свой танец и танцевать им. Самая интересная вещь – это бросок. А когда мы начинаем добавлять туда и ударную технику, то есть можно и нокаутировать кого-то, ты становишься как писатель, ты становишься как дирижер, как артист, художник. То есть ты рисуешь что угодно и ты дерешься как угодно. То есть тебе нужно, в принципе, иметь лист бумаги и кисточку, а потом ты уже можешь это использовать как ты сам хочешь. Поэтому есть такие бойцы, как Федора, и есть знаменитые такие бои, которые были очень интересные и очень красивые. Это то же самое, как и картина. И есть эти записи, и я их смотрю очень часто тоже. А теперь сегодняшний прием, помнишь, ногами тоже работали? Держи его внизу, в голову держи внизу, а ногами засыпи его ноги. Иногда с таких позиций просто найти, как встать, чтобы ты не можешь бежать. Да, вот так, вот так. У тебя хватает времени на что-то еще, кроме спорта? Иногда отдыхать, это тоже важнее, чем тренироваться. Но главное, чтобы тренировки были усердные, чтобы ты отдыхал от тренировок, а отдыхал не от чего-то либо. Потому что, в принципе, мышцы растут, это когда ты спишь, а не когда ты тренируешь. Когда ты тренируешь, мышцы рвутся, а когда ты отдыхаешь и спишь, тогда ты восстанавливаешься. То есть восстановление это очень-очень важно, это тоже такая же большая деталь, как сами тренировки. Вот так, выходи, выходи, выходи. Сразу у него сверху. Я хотел, чтобы люди, которые увидят, приходили и попробовали потренироваться. Мы здесь учим и бокс, и бразильского джиу-джитсу, и у нас дзюдо тоже есть. Мы тренируемся каждый день постоянно, зал открыт каждый день. Главное, чтобы просто было желание, и люди хотели подвигаться, попотеть, потому что это очень полезно. Если вашему ребенку уже 4 года, то они могут прийти, научиться как правильно падать, как кувыркаться. Люди начинают ходить, а как падать не знают. Я бы посоветовал узнать, как упасть. Вот ты подскользнулся, как держать подбородок внизу, как перейти через плечо. Это все очень важно. Пойдем кататься на лыжах, на сноуборде, это пригодится везде. Это даже за себя постоять пригодится тоже где-то. Нет, где правая рука должна быть? Под его рукой, вот эта рука, под его рукой. Вот так, соедини руки вместе. Нет, не так. Помнишь, я показал, большой палец взяли. Помнишь, что он сделал в прошлый раз, как он вышел? Не дай ему это больше сделать опять. То есть постарайся держать его чуть-чуть посильнее. Он тебя сейчас будет на меня переворачивать. То есть чувствуешь, теперь он тебя старается перевернуть. Или в одну сторону, или в другую. То есть возьми свой захват, возьми захват. Давай, держи, держи, держи его. Держи, держи, держи. О, молодец. Мне, что больше всего нравится, видеть, когда такие люди, неподвижные, начинают выигрывать у тех людей, которые не думали никогда в жизни не выиграют. Для меня это, как говорит, priceless. Для меня это, что интересно, наоборот, помогать неподвижным людям и показывать им технику. Потому что некоторые неподвижные люди, когда они начнут понимать технику, они становятся очень-очень подвижными. То есть становится очень-очень интересно. Поэтому я бы, наоборот, хотел, чтобы вы пришли и попробовали хотя бы один раз. А потом уже будет знание, что это и о чем идет разговор. Мы в архиве нашли пленку, где ты с Татаровым Олегом встречаешься на ковре. Ты помнишь это? Да, ровно три года назад Олег Татаров, да. Мне показалось, что ты тогда немножко себя, может быть, скованно чувствовал, может быть, не показывал то, что ты можешь. Мне было интересно посмотреть на Олега, потому что, если честно, он был один из самых первых бойцов, который я вообще увидел по телевизору, когда он дрался с танком Эбботом. И мне очень-очень понравилось. Поэтому я когда пришел на семинар, мне было очень интересно посмотреть. Я даже не хотел себя представлять никак. Я просто хотел стать лучше просто. Он выиграл поиск по UFC. Он был первый русский, который это сделал. И до сих пор люди стараются это повторить. И, ну, на данный момент пока еще никто не сделал, кроме Олега. Ну, значит, у нас есть с тобой шанс тебя увидеть там. Вот есть теперь задача, есть задание. Да, да. Отлично. Успехов тебе тогда. Спасибо большое. С вами был Владимир Бронников.